Привет, сегодня поговорим по диагностике французских автомобилей, оборудованию, программах и что нужно вам для этого. Первые в списке, в принципе их так немного будет, это Peugeot, Renault и Citroën. В основном французские у Renault еще грузовики есть, также частичные костянцы. По Peugeot это программа Diabox, которая имеет разные версии, она регулярно обновляется. Чаще всего используется последняя версия, у тех кто занимается диагностикой. Также есть варианты для установки на виртуальной машине, то есть как правило эти уже готовые сборки программы на виртуальной машине. Их можно скачать бесплатно, соответственно пользоваться, вопрос только в установке VMWare. Новые версии регулярно обновляются, для ее установки нужно установить саму программу, активировать по вашей виду, то есть под отдельный компьютер, под отдельное железо. Некоторые версии, если разрыв между версиями небольшой, например как это было 9123, 9129, их можно будет активировав один раз, несколько раз еще обновить. Но это происходит не всегда, но такие моменты возможны. Для диагностики, для работы с программой Diabox вам нужен прибор Lexia 3, оригинальный или клон. Оба будут работать другие приборы, на текущий момент с этой программой пока не работают. Возможно в будущем что-то появится. Для работы в этой программе можете использовать неоригинальную версию. Если вам нужно более детально работать, кодировать, прописывать, использовать токены в работе, то в частности токены работают только с оригинальной версией, то есть у вас должна быть подписка к Diabox, то есть логин и пароль, и имея их вы можете использовать токены в работе. Токены также продаются от 5 до 50 штук, то есть вы можете покупать их в нужном вам ассортименте. Что касается документации, то каталоги запчастей, электросхемы, которые сейчас есть в наличии, это как правило где-то до 13-го, до 14-го года, это все в офлайне, на виртуалках версии, либо можно устанавливать напрямую, на виртуалках чаще ставятся версии, так как они поддерживают старые Windows, типа Windows 7x32 или Windows XP, и поэтому такие программы ставятся на виртуальную машину, так как старые Windows, новых они уже не будут работать. Новая документация в виде электросхем, каталогов частей, руководство по ремонту, это уже идет в онлайн формате, то есть нужно покупать доступ к официальному сервису и, соответственно, пользоваться, получать информацию оттуда. По Peugeot, Citroёn, также в диабоксе, помимо Peugeot и Citroёn, есть еще с недавнего, ну да, недавнего уже какое-то время назад появился Opel, поэтому можно через эту программу также диагностировать Opel. Ну и, собственно, следующая французская марка это Renault, здесь больше ассортимент программ, значит, первая программа это Renault Conclipp, которая идет, которая может доустанавливать базу калибровочных файлов для программирования блоков управления, это называется Reproh. Версии Conclipp'а постоянно обновляются, из нюансов Conclipp'а самой программы в том, что чем новее версия, тем меньше функционал у вас без наличия логина и пароля, то есть без официального доступа, так как, например, ну, допустим, по опыту наших клиентов мы рекомендуем ставить 195-ю версию программы, это, по-моему, в 2018 год, там плюс-минус сейчас, на память понял, ну, 195-ю или 198-ю версию. Есть более новые версии, на сегодня, по-моему, 222-я версия, но они регулярно обновляются, ну, чем новее версия, как я сказал уже так, тем меньше функционал, например, в новых версиях для работы, для программирования просят токены использовать, также, например, по RinoZo, из опыта наших клиентов, то есть там можно проводить диагностику в Renault Conclipp, но если нужно сделать какие-то настройки электроники, адаптацию, это только через, при наличии онлайн-доступа, то есть в одной программе вы это все сделать не сможете. Сама программа Renault Conclipp работает, в принципе, на любом Windows, это имеется в виду Windows 7, 10, X, 64, X32. Единственное отличие, на какой Windows устанавливать, это имеет тот прибор диагностики, который вы будете использовать, так как, если брать оригинальный прибор, то он работает, в принципе, на любом Windows, вы можете поставить драйвера, клоны, такие как, есть два популярных Conclipp'а, то есть, ну, название прибора диагностики, соответственно, имеет такое же название, как название программы. Соответственно, есть два Conclipp'а прибора, это Aliens и RLT 2002. Если у вас Aliens, то он работает на любом Windows, то есть Windows 7, 10, X32 или X64, разницы нет. Также эта программа может работать на виртуальной машине, если вам нужно, ну, то есть они будут встречаться, мы также выкладываем такие сборки, то есть удобно вы можете скачать и пользоваться достаточно быстро. То есть, если у вас прибор Renault Conclipp'а LRLT 2002, то он работает только на Windows 7, X32. Соответственно, для его установки вам нужен или Windows 7, X32, или на ваш Windows, например, 10, X64, как правило, сейчас популярный у многих установлен, ставить виртуалку, то есть виртуальную машину на VMware, например, и туда уже в нее устанавливать Windows 7, на него ставить Conclipp. Также Conclipp с недавнего времени начал использоваться с приборами G2534 по струб, такими, как, например, Scanmatic, Openport и другими. Он поддерживает не все G2534 приборы, то есть у нас тоже по опыту клиентов есть приборы, которые которые не будут работать, то есть они G2534 по струб, но они с этой программой не работают, поэтому тоже список, списка такого еще нету, но у нас на YouTube уже есть видео, о котором я рассказывал более подробно по Renault Conclipp'у G2534, и там в нем, в этом видео, есть список, тот, который был на тот момент по поддерживаемым и неподдерживаемым приборам по G2534. По G2534 нужно ставить Windows 10 и 64, он без проблем работает. Ну, например, по систематикам. Ну, единственное, что из нюансов, не последние версии будут работать, то есть, допустим, там 222, на текущем она сейчас не работает с систематиком, там, по-моему, там 220 или 218, да, 218 версия нашими клиентами тестировалась с G2534, в принципе, без проблем. По Renault, по документации, так же самое, как и с Peugeot Citroën, такие, такая документация, как электросхемы, руководство по ремонту, каталоги запчастей, они идут, есть старые оффлайн-версии, это Renault, например, Renault Visu, это электросхемы, Renault Dialogos, это руководство по ремонту мануала, они есть оффлайн-версии, ну, не самых последних годов, ну, и плюс, допустим, на текущий момент у нас есть версия 19-го года, она идет на французском, мультиязычная 18-го года. Остальные версии идут на онлайн-сервисах с подпиской, то есть, в принципе, там можно использовать подписку на месяц, на год и получать всю эту документацию, то есть, программа Renault Dialogos в онлайн-формате, и вся эта информация у вас будет доступна под рукой, единственное, что нужно регулярно проплачивать доступ. По диагностике также есть еще по Renault, мы сейчас говорим про легковые автомобили, есть еще Renault DDD2000 или аналог, альтернатива еще, это Renault DDT4ALL. Эта программа Renault DDT4ALL работает с ELA-327, что достаточно упрощает работу, так как ELA-327 есть у многих людей, ну, как правило, имеется в виду не для автосервиса, для СТО используется, а, как правило, обычные владельцы автомобилей, которых хотят сбрасывать, считывать ошибки, смотреть, какие-то проблемы, если возникают, ну, также есть еще много любителей, которые любят настраивать электронику, любят, да, укомплектовывать конфигурацию автомобиля, если она была не максимальная, вот, что позволяет Renault, например, там, ну, на многих моделях, в принципе, на разных форумах тематических можно посмотреть, как там люди прокачивают, там, добавляют дополнительный функционал, которого с завода не было в их комплектации, то есть прописывать, там, например, там, размер резины, добавляют новую электронику и прочее, настраивают работу от электроники, то есть через эту программу, DDT for all, можно это все делать. Ну, из нюансов на английском языке, но по возможностям по диагностике настройки электроники она дает широкий функционал. Также по диагностике есть еще программа RINOLINK, которая имеет одноименный прибор диагностики. Последние версии программы, они работают только с оригинальным прибором, более старые версии, возможно, встречаются с клоном, которые поддерживают клон. Эта программа, многие называют ее альтернативой RINOCON CLIP, то есть она может и проводить диагностику, может с помощью нее прошивать блок управления, настраивать электронику, достаточно широкое функционале, по функционалу, ну и, в принципе, более доступное по цене, так как, ну и плюс, плюс ее в том, что, если брать сравненность оба прибора, то RINOCON CLIP приборы не оригинальны, более капризные. В последнее время они невысокого качества выходят и часто выходят из строя различные компоненты, поэтому RINOLINK здесь имеет явные преимущества. Также, что касается RINOCON CLIP, то по RINOCON CLIP еще есть программы для работы с грузовыми автомобилями, такие как RINOCON CLIP, RINOCON CLIP, это каталог запчастей, и программа диагностики RINOCON CLIP, это более свежие, поддерживают грузовики, и RINOCON CLIP, плюс диагностика, это для более старых автомобилей, но эта программа требует, также у вас наличия установленной программы Volvo PTT, Volvo Premium T2. Это такой был краткий список, ну, в принципе, основных позиций по диагностике французских автомобилей, если что-то, есть что дополнить у него, напиши в комментарии, интересно будет, я думаю, не только мне, но и тем, кто будет смотреть это видео, в принципе, диагностом. Ну, в принципе, все, подписываемся на канал, видео, похоже, я смотрю, что были полезны, судя по лайкам, лайки, которые вы оставляете, они очень заходят, поэтому будем продолжать эту тему по обзору, по разным маркам, по каким-то комплектам, какие использовать для старта автосервиса, или для старта работы с каким-то брендом, поэтому это направление будем расширять по видео, поэтому на это все, ставим палец вверх, подписываемся на канал, пока.